всем привет всем привет вы на канале семья Багдасарян с вами Ольга Эдгар продукты с метро цена 32000 скидка 2000 и того в общем 30000 заезжали вместе с сыном это все дело закупали приехали сейчас по-быстрому сделаем обзорчик по-быстрому покажешь чек чек кому интересно тормознете вот закупочка сегодня у нас мука мясо и самое интересное это мы как раз купили рыбу потому что давно уже не привозили у нас свежую рыбу в этот раз привезли поэтому мы купили и как раз таки в нашем целом витаминчики пойдут так что погнали оля так гоним пармалат молоко 18 стоит 159 рублей мне кажется раньше брали дешевле да где-то вот месяца три назад не знаю просто 159 короче вот такое молоко это без лактозный идет у нас мы покупали короче домашнее молоко но у одних людей мы брали у них пока что приостановилось там что-то с коровой у других взяли они привозят там какой-то в молоке мусор в итоге что-то нам не очень комфортно так такое молоко и других людей пока нету поэтому маленько приостановка с молоком и покупаем вот такое ну и в принципе решили маленечко дать отдых организму вообще в целом от молока но иногда вот там кофе попить или еще что-то вот типа молоко фармалант это не молоко это напиток так дальше значит салфетки лавуляр на себе взял маленькие салфетки чтобы ходить на улице кармане 89 вот такая штука 10 салфеток маленьких так удобно школу детям доходят так дальше x как лоб из филе грудки фирма пава какой-то экс колоб стоит вот такая вот эскалоб 409 индейка вот такая вот индейка 600 грамм прикольная штука мы делаем в духовке три штуки следующая кисель 409 а нет 405 рублей такой китель мне очень понравился там есть раздел эко но и там какого там правильно и правильно питание бла-бла-бла здорово и там из всяких таких вот штучек сделано кисель я вот по утрам что-то кофе мне если честно уже как-то с утра уже не заходит решил вот кисель одну упаковку такую я уже выпил ну это градин его и пьет но прикольная штука мне очень нравится мне что-то как-то один раз понравился второй раз не особо зашло мне прям нормально зашло сыр моцарелла 45 процентов 280 грамм 359 рублей филе бедра наша птичка без кожи охлажденная 407 рублей наша птичка да у нас вышло на кило 106 это 450 рублей макароны 500 грамм ригатоне это ригатоне вот эта фирма получается две штуки 239 рублей одна штука томаты черри сливка sunrise 179 эти классные томаты но ты брал еще виде перчика они такие идут они а я их прорастила посмотрим на степите что вырастет мука 3129 вот эту муку мы делаем хлеб и много чего еще короче офигенная мука и там осталось вообще последние три пачки вот такие больше пока нету здесь 10 килограмм получается не знаю привезут эту муку не привезут внутри тысячи 129 стоит офигенно вкусно мука дальше сыр моцарелла уже 460 грамм для пиццы 489 это эдвин кушал багет с чесноком половинка 140 рублей такие багеты там продают вкусно делают уже этим там по 180 грамм ватные диски бэлла 101 рубль овощи запеченные на мангале уже готовы да решил короче взять что-то давно такое не брали 259 как раз вот эти вкусные армянские здоровые почитаю гонку золота так поесть и все еще захотим еще надо было еще я тот раз много брал и она простояла там не просрочилась это всегда есть там так вафельные трубочки яшкина ореховые 73 рубля рубля это едва наверно это я ничего себе там взял сыр моцарелла вот это вот это для пиццы так 370 грамм где то еще раз сыр моцарелла для пиццы лазанья до этого вот это было 370 грамм посмотрите это 289 предыдущий сыр который короче сыр и мы взяли вот моцарелла примерно там чуть больше чуть меньше это так дальше фасоль дяди вани печеная да вот этот штука 84 то два вида дяди вани сейчас будет 1 болгарским перцем другое так печеная по-домашнему вот болгарский перец 184 очень вкусная штука и кстати вот если у меня живот на фасоль реагирует не очень хорошо там вздутие пучек то вот именно печеная фасоль вообще никакой реакции нет тоже вообще вот на вот эту фирму сюда мне кажется это стало что она печеная да да может да но и вкусно кушать просто открыл хлеб взял ешь и там с макаронами всякими штуками плюс этот как его фасоль полезная штука почти не едим фасоль да хотя бы вот в таком виде макароны значит барела фирма вот смотри какие макароны макароны появились компанели какой-то компанели да ну вот барела 139 вот смотри вот такие макароны ну что-то интересно прикольно это как это лисички грибы грибы вот такие прикольно вот это тоже смешные но необычно вот можно вот такое блюдо сделать форма такая первый раз встречаем но таки не кушаю я кстати заметила что макароны от своей вот такой вот от своего внешнего вида как будто бы вкус даже меняется почему-то ощущение ощущение да и как будто блюдо другое вообще можно один тот же рецепт делать просто макароны другие дальше напиток ореховый фундук пекан 179 вот ну типа тоже заменитель молока взяли вот такие штуки потому что дети хотят и оля что-то типа молочка попить а это похоже на ну тут хотя бы какие-то может витамины здесь вот фундук пекан присутствует вот на растительной основе можно всякие штучки делать и кофе можно сделать и вафли можно приготовить кашу хлопья если кто любит вот у я то что кормлю и вообще поняла что у кормящих там на все подряд может быть аллергия думала что на лактозу там вот это молоко в общем была уверена что на молоком я там и врач убедил сейчас молоко в этот домик деревник мама моя привозила я пила и никакой реакции вообще нету вообще не могу понять на что не стала я заморачиваться и это просто в целом кто кормит да у кормящих бывает вот седренка меня заходила на тоже недавно родила она говорит ягод тоже так то есть чё город мне не помнишь ягод сначала думала на дворе потом орехи специи потом молоко перестала пить точно на молоко в общем у меня такая же история я также вот все в интернете везде анализы какие-то сдавать все ничего не буду буду кушать вот все по чуть-чуть просто не буду налегать на одно и тоже разные вещи буду кушать и где-то какие-то разгрузочные дни типа вот как растительное молоко буду пить в общем заморачиваться не собираюсь напиток миндальный значит тоже вот из этой серии я взял короче несколько разных тебе чтобы ты тоже 179 да это у нас из на миндале короче кокосовая 189 на 100 на 10 рублей дорожно вот из натурального кокоса вот такой вот макароны икон келье какие-то номер 175 175 вот 269 вот это у нас италия чисто итальянская продукция прикольные макароны взяли вот несколько пачек вот ракушек недавно дальше сыр брынза президент мы его уже давно берем вкусные 229 добавляем короче в салат 230 грамм отличная штука авокадо хас две штуки 152 рубля вон там еще года подгузники мэрис иксель 1899 все хорошо его ты там с этвеном что приходит голень так турбослинский бройлер халяль 284 0 900 кг здесь вот это в духовке как раз делать это чуть три килограмма вышла что ли да вот это тут раз два три четыре три килограмма что вышло на 3718 ну что это что-то не может они этот осетр все-все-все голень короче 284 рубля вышла на тысячи пять все четыре штучки вот а дальше идет у нас осетр как его положить чуть-чуть просто повыше делаешь задача низлейки но он идеально ровным не будет прям так вот так нормально ничего сейчас из заканчивается пока положено на пол положи пока там аккуратно значит осетр у нас вышел на полтора килограмма цена за килограмм 2399 а осетр вышел на 3718 это вот большая рыбка да это у нас 3 700 по цене полтора килограмма это у нас осетр из армении вот это за да вот он большой такой осетр короче это чисто из армении привезена всю рыбу привезли сегодня вот мы как раз ходили и там разгрузку еще даже но раскладывали привезли наверно с утра и раскладка была прям свежая свежая вот буквально только и давно не было наконец-то отгар купил мою любимую рыбу стерлить потому что я тогда думала что он купил стерлить а был осетр они из одной движухи как бы это и это но я говорю разница в чем она говорит вот это подают царям осетр да ну вот это надо уметь подавать все чтобы нет стерлить получают стерлить царям подали подают но она вообще говорит вот эта штука осетр стерлить вообще вот это вообще подавали царям ну то есть у меня в детстве вообще хорошо на стиле у меня бабушку худе так это стерлить да вот тут получается цена 2299 вышла на 1800 рублей здесь почти килограмм это поменьше будет и то и другое очень вкусно ну вот ты я не знаю пробовал или нет но я приготовлю уху и ты сравнись вот осетр ты сам духовке делал он там такой мягкий получился и мне кажется его в духовке не надо его тоже вот как-то с бульоном же не жарить его больше как-то вот уху делать этого что мягкий то что я в рукаве делал не знаю вот кстати если вы умеете хорошо рыбу готовить напишите потому что я уже не помню я тысячу лет не готовила что нужно что можно приготовить из-за осетра и стерлить изучаю на стерлить я все детство ела мне бабушка готовила я как-то сама готовила вкусно получилось вот хочу уху сделать дальше опять тут ватные диски я самая 8990 шашлык свиной мира торг вышла на 885 там два килограмма 220 грамм до короче или захотел шашлычок маршручок говорить на сковородке будут делать макароны пружинки вот 259 прикольно вот это вот эти вкусные да и они кстати то что вот такие твердые мы покупаем сейчас итальянскую пасту и и я развожу с лица сливками и варю вот эти вот макароны почти до готовности и перемешиваю очень вкусно получается вот эти твердые макароны нужны как раз таки для блюд которые идут соусами вот попробуйте очень вкусно еще сыр туда натираю дальше сметана наша любимая вот это вот президент 30 процентная сто пятьдесят четыре рубля ко мне приезжала подруга она живет в городе мы в пригороде и говорит что я так соскучилась по вашей вот этой сметане я ее не могу нигде в уфе найти я была в обычных магазинах не везде она есть не везде да да а я еще говорю да чё ты меня гонишь и она в общем собрала подписчики писали что тоже не могли найти в каких-то определенных магазинах вот она в уфе много разных магазинов гор специально за сметана обошла и не нашла но это наверное теперь говорит буду в метро есть контракт подписывают какие-то сети и поставка идет в какие-то конкретные сети например другие там не найдешь там уже каждого же магазина своя какая-то продукция я почему-то думала что везде есть так уж сметаны там дальше хумус эдгар подсел на хумус раньше я когда на правильном питании сидел разный хумус набрал получается вот тут с паприкой и петрушкой стоит 169 так вот с паприкой и петрушкой 159 вот хумус это короче нут нут это разновидность гороха но очень вкусно вот это все перетирается там консистенция определенно и получается вот такая штука вот хумус хумус с кедровыми орехами 107 рублей хумус с паприкой и петрушкой есть за 88 90 наверное поменьше который вот это ты две штуки взял наверное с паприкой и петрушкой вот такая есть вот вот тоже с паприкой петрушкой такая поменьше вот эти вот стоит 89 90 ну короче прикольные штуки я вот такие вот сейчас набираю вот маленький да есть там еще большие большие неудобно потому что сразу не съедается а так достал на хлеб мажешь очень питательно вкусно мне очень и полезно и полезно из-за этого из нута в турция делают сладость как-то запекают орехи получаются тоже вкусные дети кушали печенье а куличев что-то там это малина 279 а это вот эти вот вот 279 туалетная бумага так 289 туалетная бумага бомбическая 7 штук 7 упаковок вышла на 2023 ну там два раза скидка была она вообще два раза дороже прикинь она стоит 400 с чем-то а сейчас 200 вот если они конечно нам не врут насколько здесь это слоев трехслойная ну да на трехслойная она же дорогая трехслойная но хорошая бумага вот мы вот так покупаем нам вообще надолго хватает мы короче вот по одной штучке мне в ламы это все каждый раз покупать эту к упаковку беру в кладовку закину тем более у нас два этажа мы получаются упаковку наверх упаковку вниз и в кладовке остальное последний раз мы покупали давным давно заканчивается последние пачки остались я сразу купил чтобы было не бегать короче это фигня не страдать салат листовой в горшочке 80 рублей палочки ватные солнце и луна 60 рублей фасоль дяди ваня печеная по-домашнему 199 три штуки ты взял знак так овсяные не молоко напиток 103 рубля напиток овсяные еще другой light 89 90 и последнее яйцо куриное 3 не сушки 159 и там везде в каждой из них два желтка это вот раньше не выбирают что ли конкретно такие яйца деревья везде гарантированно два яйца прикиньте ой два желтка можно сказать тут одно яйцо как за два в каждом вот такая вот ребята закупочка 30 . у нас улетела куда вроде бы ничего такого особенного на как будто бы это обычные продукты чего такого но с другой стороны чего туалетная бумага надолго памперсы тоже мука тоже у нас на несколько месяцев будет не на памперс это вот это кисель я буду пить пару месяцев вот она тут рыбу у нас дорогая у нас здесь в этот раз закупки заложилось получается 3 724 тысячи раз две шесть тысяч семь восемь пасе 8000 только вот просто рыбу отдали вот если бы рыба была папа дешевле а мы же еще рыбу такую взяли ты не сказал что-то не сказала я тоже помню что я не сказала вот такую рыбу для лимана да я пропустила сибас короче но я здесь прочитаю цена 900 рублей сумма вышла на 1600 рублей вот офигенная рыба вот это вот сибас там вот килограмм 919 рублей стоит здесь у нас 6 штучек рыба так что будем жарить рыбу мы давно уже не кушали вот поэтому сейчас маленечко витаминчики надо рыбу дать организму ну и сыр тоже как бы лежит вот он периодически его будем доставать там в чем-то делать это тоже будет достаточно долго когда кушаться запеченные вещи но тут такие штуки которые лежат ты чего-то захотел пошел достал и есть что покушать покушать да потому что когда нечего покушать не очень весело живется да все грустно напишите что вы любите дома покушать от чего вам весело живется да и у нас такой прикол короче вроде мы столько всегда покупаем да но когда открываю люди у нас холодильник такой такие да типа ничего нету бомжи понимают типа так вы блин там типа ролики снимаете где все до меня приехала я тут наготовила первое второе в духовке там ну как бы еды завалом но холодильник пустой и она что-то тоже или я открываю такой взгляд и я заметила ничего ничего нету у нас просто фишка такая что мы готовим и никто у нас голодным никогда не уходит да все всегда вкусно едят и все всегда знаешь что к нам приезжают и всегда наедятся прям от души но наша готовка заключается в том что мы готовим сами вот у нас мы можем сейчас купить там вагон колбасы и всякой фигни забить холодильник как бы визуализировать открыть как будто там много чего есть но это все просто чепуха мы лучше вот мы используем муку вот одна мука вот закончилась вот на замену ставим другую вот сейчас этому то у нас тоже вот заканчиваются уже большая вот завершится я ее куплю за меню и мука у нас прям идет понимаете мы там всякие хлебы выпечки маффины там и все такое блины все делаем из муки вот и используем хорошую муку вот так на этом все